Доброе утро всем! Сейчас 7 утра. Посмотрите, сколько людей в воде. Как-то для 7 часов многовато сегодня. Может, потому что пятница. И сегодня с утра волна. Обычно с утра море очень спокойное. Я ложусь на вот такую штуку и просто лежу, отдыхаю. Это полвосьмого утра, но сегодня как-то много людей. Это не потому, что я плавать не умею. Я плаваю очень хорошо. Просто хочется расслабиться на воде, полежать. Многие так здесь делают. А вот начиная с сентября будут рыбки кусать за ноги. В основном все вот на таких штуках для того, чтобы ноги поднимать вверх. Потому что они кусают именно на дне. Водичка прозрачная, прозрачная. Просто прелесть. Никита постоянно у меня возле Буйков. Тоже плавает очень хорошо. Там заплывает далеко. Мне нравится, что в Анталии на пляже вот такая галечка мелкая. Не песок, который за ногами таскается, а именно галька. Вот хочу показать вот эту бутылочку. Это масло было. СПФ, оно слабенькое. Четыре всего лишь. Я таким маслом иногда пользовалась. Это масло, которое я покупала в Уолмарте, в Канаде. Оно превратилось в самый густой гель. Не знаю, видно, нет. И что с ним делать? Первый раз так же сталкиваюсь. Мы вышли с пляжа уже 9 утра. Вот такая обстановочка у нас на пляже. Но меня вот поражает вот это масло. Я не знаю, что с ним делать. Это густой-густой гель. И оно даже не срабатывается. По идее, оно должно брызгать. Оно вообще не брызгает, потому что там густющий, густющий, густющий гель. Гель встал. Вместо масла. Хотя здесь и написано, ойл, все как положено. Первый раз. То ли от солнца, от жары оно. Я не знаю, что с ним делать. Может, его надо в бразилку поставить. Оно станет маслом. Вот. Масло. Стало оно сейчас вот таким вот. Я не знаю, что с ним делать. Оно нам, собственно говоря, не очень-то и надо уже. Мы пользуемся только первые дни, как только приезжаем на море. Но сам факт, что я первый раз такое вижу. Сегодня в Турции с самого утра нашумевшая новость. Заблокировали Инстаграм. Все с сегодняшнего дня, со 2 августа, в Турции Инстаграм больше не работает. Надолго ли, неизвестно. Но, скорее всего, навсегда. Точно так, как и сайты Booking и многие другие в Турции не работают. Теперь в этот список попал и Инстаграм. Вот такие не очень приятные новости, особенно для тех блогеров, которые активно вели и зарабатывали на этой площадке. Кожаная турецкая обувь. 47 долларов такие. Полностью из натуральной кожи. Это я зашла в твой магазин в Лимане, посмотреть, что здесь новенького. Ботиночки какие неплохие. Кроссовки все кожаные. Вот шлепанцы, босоножки. Тоже натуральная кожа. Цены, как обычно, у них в районе 40-50 долларов. Вот такие босоножечки. Неплохие модельки. И они проверены, носятся очень даже неплохо. Хорошо, носятся легкие, удобные. Такие 35 долларов. Кроссовки, какие хотите, в сеточку, в дырочку. И внутри кожа, и снаружи кожа. Есть сумочки, тоже натуральная кожа. Неплохой выбор. Шлепанцы. Кроссовки есть яркие, интересные. Там дальше есть мех и кожа. Хороший магазинчик. Мне он всегда нравился. И вот уже сколько лет у них цены в долларах одинаковые. 35-40. 45 на летнюю. Сейчас вот очень модно на вот такой широкой, толстой подошве. Но эти модели идут еще и легкие у них. Здесь вижу очень многие. Молодежь, девчонки. Несет именно такую вот объемную подошву. Ее не все, конечно, любят, но кому она идет, те любят. Вот интересные такие моделечки с мишкой. Вот такие шлепанцы. Вот такие шлепанцы 35 долларов, к примеру. Тоже кожаные. Это тоже натуральная кожа. Вот с цветочком моделечки хорошие. Это бусинками блестящими, шнурочками. Натуральная кожа. Причем мягенькая, будут удобные. И вот симпатичные шлепанцы. Всех цветов. Такие интересные с закрытым носочком. Все размеры. И ботинки. Тоже кожа. Вот. Интересные ботиночки. Веселенькие. Кошельки. Ремни кожаные. Вот еще шлепанцы. Такие шлепанцы 50 долларов. Тоже натуральная кожа. Вот классические модельки. Если берете больше, чем одну пору, здесь можно поторговаться. Вы им сделаете скидочку. Турки любят на расслабоне посидеть, чаек погонять за столиками в тенечке. Это магазин в Лимане. Лукума, сладостей. Вот так вот он называется. Здесь чаечки выставили. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»